здравствуйте сегодня на телеканале доктор очередной выпуск программы под контролем с вами я доктор невролог кандидат медицинских наук виноградова татьяна алексеевна и сегодня мы с вами поднимем очень очень важную тему мы сегодня будем говорить о деменциях и чтобы не допустить развитие деменции мы должны с вами знать про факторы риска и держать эти факторы риска под контролем и сегодня мы с вами о них поговорим многие считают что деменция это старческая слабоумие это слабоумие но не всегда старческая деменция это расстройство восприятия собственного тела собственного мозга и пространство вокруг себя деменция это действительно слабоумие но до деменции еще надо дойти врачи когда диагностируют подобное состояние выделяют несколько категорий слабоумия и мы это называем когнитивными то есть умственными нарушениями существует три стадии развития когнитивно-мнестических расстройств минимальное когнитивное нарушение средние умеренные когнитивные расстройства выраженные когнитивные расстройства либо когнитивные нарушения либо деменция это всегда нарушение в нашем с вами головном мозге и это всегда нарушение на уровне нейрончиков если мы с вами нейрончики представим как вот эту гирлянду как лампочки то хороший мозг работает примерно вот так. Есть многочисленные, я даже не буду ее распутывать, потому что именно так мозг работает. Это много-много нейрончиков, которые связаны друг с другом и поддерживают связи, при этом передавая тот или иной сигнал. Мы с вами, воспринимая все вот эти нейрональные связи, начинаем осознавать, что мы делаем, кто мы есть. И, собственно говоря, когнитивная сфера делает из человека человека. Если же наступает нарушение когнитивной сферы, то вот эти связи начинают теряться, они начинают стираться и ломаться. Поступлю очень некрасиво, просто их разрежу. Смотрите, что происходит. Бах, и нейрончик погас. Какие-то нейрончики перестали работать. Что-то еще осталось. Какие-то горят. То есть какие-то связи остаются. Деменция не наступает просто так в один раз. Они начинают потихонечку разрушаться. В зависимости, конечно, от причины. Бах, перерезало, и еще остальные перестали работать. Именно так перестают работать наши нейроны головного мозга. Пожалуйста, не допускайте этого. Все-таки гирлянда, наша нейрональная гирлянда, должна работать. С возрастом у нас с вами все-таки происходит какое-то нарушение. Мы набираем много-много заболеваний себе сопутствующих, коморбидных, то есть сопутствующих нашему состоянию, и какие-то лампочки все равно будут выключаться. Но в норме функцию этих лампочек начинают поддерживать горящие другие. И мы с вами не замечаем когнитивных нарушений. Они делятся на две большие группы. Это контролируемые факторы риска и неконтролируемые. То есть то, что мы не можем с вами контролировать, и то, что никогда мы с вами не изменим. Ну, во-первых, женщины страдают дементными расстройствами чаще. Чаще. Возраст – это неконтролируемый фактор риска. И чем старше человек становится, тем больше шансов на развитие того или иного слабоумия. Но это совершенно не означает, что если возраст старше 65, старше 70, 80, 90, то у человека обязательно будет слабоумие. Нет, это далеко не так. Почему? Потому что есть контролируемые факторы риска. То, на что мы с вами можем воздействовать. На что мы с вами можем воздействовать и что мы можем держать под контролем. Черепно-мозговые травмы. Можем мы контролировать, не можем мы контролировать черепно-мозговую травму? Ну, вопрос, конечно, риторический, правда? Знал бы, где упадешь, да, подстелил бы соломки. Но если вы вдруг получили черепно-мозговую травму, или вы понимаете, что это может быть чем-то, обратитесь, пожалуйста, к доктору. Таким образом, мы можем избежать последствий черепно-мозговых травм и не получить впоследствии ее осложнений в виде слабоумия. Ведь это же не сразу происходит, правильно? Мы собираем эти черепно-мозговые травмы и в конце концов получаем поражение головного мозга. Обращайтесь вовремя к доктору-неврологу или травматологу в данном случае. Следующий и очень важный контролируемый полностью фактор риска – это нарушение сна. Спать нужно обязательно. Без сна наши с вами нейрончики не могут обработать всю ту информацию, которую получили в течение суток. Ведь мы же что делаем во сне? Мы не просто спим, расслабляемся, отдыхаем. Наши нейрончики обязательно работают. Они друг с дружкой образуют новые связи, новые структуры нейрональные, для того, чтобы сделать наш с вами опыт. Это тот опыт, который мы накладываем на опыт, на опыт и на опыт. Если вы не спите, то этот процесс не происходит. И нарушаются уже привычные нейрональные связи в нашем головном мозге. Как нужно спать? Все, наверное, знают, что спать нужно достаточно. Достаточно для вас. Минимум – это 6-8 часов. Идеал – 7. Лишний вес. То, что мы едим и то, что мы откладываем у себя на теле, очень влияют на наш метаболизм. В том числе и на метаболизм нейронов головного мозга. Держать себя в форме нужно обязательно, дабы не развивалось когнитивное нарушение. Все, что связано с нашими привычными интоксикациями. Все, что мы «любим» в кавычках. Ну, кто-то любит, кто-то нет. Курение и алкоголь – это разрешенные привычные интоксикации в нашей стране. Сигареты не просто так на них пишут, что Минздрав предупреждает. Это и фактор риска развития дементных нарушений. Алкоголь. Алкоголь – это такой у нас привычный способ отдохнуть, развеяться, снять стресс. Хочу вас разочаровать и разбить этот миф. Это не так. Алкоголь – это всего лишь временное спасение. Это интоксикация. Алкоголь всегда бьет в самом начале по нервному волокну. И это не только мозг. Это еще наши длинные аксоны. Не просто так у людей, злоупотребляющих алкоголем, развиваются не только дементные расстройства, алкогольные полинейропатии нижних и верхних конечностей. Есть даже специально названная болезнь, которая связана с хронической алкогольной интоксикацией. И она называется энцефалопатия в Вернике. Это когда происходит вот так. И все. И собрать потом врачу вот это все в единую систему практически не представляется возможным. Те люди, кто длительно злоупотребляет алкоголем, получают вот такую картину своего головного мозга и всей своей нервной и психической сферы. Остановитесь, пожалуйста. Не надо на праздниках злоупотреблять алкоголем. Низкая умственная активность. Я, наверное, начну с этого. Если мы с вами ничего не делаем головой, то она нам не нужна. То происходит так называемая атрофия головного мозга. Она происходит и со временем. Почему мы привыкли к тому, что деменция, она обычно старческая слабоумие. Потому что с возрастом метаболизм снижается, скорость метаболических процессов снижается. Снижается умственная нагрузка, снижается то, что мы должны с вами делать всегда, постоянно. И происходит так называемая атрофия полушарий головного мозга. Но если вы даже в юном возрасте ничего не делаете, то атрофия будет наступать быстрее. Если вы не пользуетесь мышцей, она атрофируется. Если вы не пользуетесь мозгом, он тоже атрофируется. А это контролируемый фактор развития дементных расстройств. Пожалуйста, загружайте свой мозг, причем различными видами деятельности. Чем больше различных видов деятельности, непривычных для вас, не стереотипных, тем лучше для мозга. Мы берем с вами обычную зубную щетку. То, что вы делаете каждый день, два, то и три раза в день. И обычно правша делает это правой рукой, левша делает это левой рукой. И если вдруг вы правша, как и большинство населения, возьмите зубную щетку в левую ручку и почистите свои зубки левой рукой. Непривычное действие для мозга – это другой рефлекс. Это совершенно другие нейрончики. Вы таким образом делаете другие связи, и ваше дементное расстройство, даже если оно есть в семье, будет отодвигаться на другие сроки. Что мы с вами еще можем сделать в нашем быту другого? Есть у вас привычная причесочка, есть у вас привычный макияж. Слушайте, ну сделайте что-нибудь другое со своей головой, да, в прямом и в переносном смысле. Возьмите и поменяйте свою прическу. И не с помощью парикмахера, а с помощью себя. Так закололи по-другому, и вы по-другому видите себя в зеркале. И это будет восприниматься вашим головным мозгом как непривычный, нестереотипный для вас стиль поведения. Да, мы с вами взяли, просто закололи невидимками, посмотрели на себя в зеркало, и вы уже видите другую картинку. Что мы с вами еще можем сделать привычно-непривычного? Ну мы же с вами все едим, правда? Возьмите вилку в непривычную руку. Если мы обычно пользуемся вилкой в левой руке, а ножом в правой, поменяйте их. Просто поменяйте. Вот мне, например, будет категорически неудобно. Но я попробую. Хороший продукт, среднеземноморская диета, которая, кстати, тоже отодвигает сроки развития деменции, аж даже слюна пошла, и возьмите и сделайте это другой ручкой. То есть ту полезную рыбку, которая отодвигает развитие дементных расстройств, она содержит большое количество омеги, а что является хорошей донацией для липидов головного мозга. Нужно есть другой рукой. Просто ешьте другой рукой и пользуйтесь вилочкой в непривычной себе конечности. Пресловутый сахарный диабет. Сахарный диабет врачи называют медленным, потаенным, тихим убийцей. И не просто так. Так, эта большая молекула глюкозы, сахара в крови, она нарушает нормальную работу мелкого сосуда и мелкого нерва. И не только на периферии, к сожалению, это происходит и с нашим управленческим органом, с головным мозгом. Большая молекула глюкозы может приводить к развитию диабетических энцефалопатий, связанных с развитием когнитивных расстройств. То есть человек просто страдает неконтролируемым сахарным диабетом, если он ничего не делает для его контроля, то скорее всего через некоторое время он получит осложнение в виде дементного расстройства. Следите за своей глюкозой, следите за своими сахарами. Артериальная гипертензия. Что такое артериальная гипертензия? Это нестабильность сосудов. Когда сосуд у нас с вами может избыточно сжиматься, артериальная стенка, она содержит мышечный слой. Там несколько слоев, один из них мышечный. И он имеет возможность делать сосуд шире, снижая давление, как в трубе, а может делать сосуд уже. И давление в системе, то есть в системе труб наших сосудов будет повышаться. У головного мозга на самом деле есть своя собственная, мы ее называем ауторегуляция сосудов. Но когда у нас с вами в системе, в нашей системе труб, сосудов, давление резко повышается, она не выдерживает. И если есть какие-то неприятности с сосудами уже в голове, то они могут нарушаться. И это угроза дальнейших осложнений в виде острых состояний, острые инсульты, острое нарушение мозгового кровообращения, которые впоследствии будут вести и к развитию когнитивных нарушений. Если вы держите свои цифры артериального давления в норме, то вы откладываете сроки когнитивных расстройств на более длительный период, даже если у вас есть к ним предрасположенность. Сердечно-сосудистые патологии имеются в виду как раз-таки патология и сердца, потому что сердце, качаев у нас с вами кровь по всем этим трубам, и если с ним происходит что-то нехорошее, то мы получаем гипоперфузию, то есть недостаточное количество крови для обеспечения функции головного мозга в данный момент. Атеросклероз тоже избитая тема, всегда, везде, все терапевты, все кардиологи, все неврологи смотрят липидные профили и смотрят на ультразвуковом исследовании наши сосуды шеи, наши сосуды ног. Это артерии. Атеросклероз это болезнь артерии среднего и крупного калибра. Здесь не идет речь о мелком сосуде. Здесь речь идет о крупном калибре артерии либо среднего калибра. Что это такое? Когда у нас с вами в стенке сосуда, во внутренней стеночке сосуда образуется так называемая атеросклеротическая бляшка. Это когда есть микроповреждение стеночки и есть нарушение липидного обмена. Если у нас с вами высокие липиды, плохие липиды, так называемые липопротеиды низкой плотности, если у нас с вами высокие цифры общего холестерина, если вы неправильно питаетесь, будут и высокие цифры триглицеридов, то липиды начинают откладываться в этих микротрещинах, образуя атеросклеротические бляшки. А это как раз таки ток крови. Если есть препятствие в сосуде току крови, то она не будет вам давать тот объем крови, который необходим в данный момент мозгу. Дефицит витаминов. Дефицит витаминов тоже избитая тема. Мы не просто так всегда говорим, а давайте посмотрим на ваш уровень витаминов в крови. Витамины это коферменты, это те вещества, которые необходимы для нормальной реабилитации нейрончиков. Ведь у нас с вами все время в организме что-то погибает, что-то возобновляется. И головной мозг не исключение. Для того, чтобы поддерживать правильную реабилитацию наших нейрончиков, потому что они погибают через запоптоз в любом случае, просто больше или меньше, чтобы они правильно у нас с вами возрождались заново, нужны витамины. Они являются коферментами. Самые важные витамины для нервной системы это витамины группы В, преимущественно В6, В12, В9, это фолиевая кислота, и витамин D. Он очень нужен для правильной работы нейронов. Проблемы с запоминанием. Что-то вылетает. Вылетать слово, вылетать какая-то фраза, может и у вполне здорового молодого человека. Но у пожилых или у людей с развитием когнитивных расстройств это становится регулярным, то есть это становится постоянным. Имеющиеся навыки, то есть те привычные действия, которые человек привык делать каждый день. Ну, например, ваша бабушка раньше ввязала крючком, ввязала на спицах, и у нее все здорово получалось, а тут строчки пошли кривые. Тут она строчку делает не так, и шарфик уже получается не таким красивеньким. Это привычное стереотипное рефлекторное действие, которое вдруг нарушается. Обращайте на это внимание. Нарушение сна. Очень часто деменция начинает манифестировать с различных нарушений сна. Они плохо спят. Здесь есть проблемы с засыпанием, здесь есть проблемы с ранним пробуждением. Здесь они в принципе иногда путают день и ночь и могут ночь активничать, а днем спать. Это не очень правильно. Это первый признак развития когнитивных нарушений. Плохое настроение, апатия, они ничего не хотят. Это еще один очень интересный диагноз, который проводят врачи на приеме. Мы иногда не можем сразу понять, сходу, мы не можем понять, то ли это начало депрессивного расстройства, то ли это уже начало когнитивных нарушений. И очень часто эти две патологии идут вместе. И нам нужно давать не только таблетку от когнитивных нарушений, но и подбирать соответствующую таблетку от депрессии. Беспричинная агрессия. Да, пациенты уже в запущенных стадиях деменции цепляются к своим родственникам. Здесь мы с вами можем увидеть даже развитие психоза, к сожалению. Что это такое? Это когда человек вдруг меняет свою личность. Ну, это происходит, конечно, не вдруг, это происходит постепенно, потихоньку. Он начинает цепляться к словам, он начинает вдруг быть по мелочам агрессивным, он начинает подозревать вас в каких-то странных, казуистических вещах. Ну, например, что его хотят утравить, либо за ним следят. За такие вещи нужно очень четко реагировать и быстро. И обращаться к доктору за назначением соответствующей антипсихотической терапии. Снижение интеллектуальных способностей. Ну, это само собой разумеющееся. Это и есть деменция. Что это такое? Человек это 2 плюс 2 сложить не сможет. То есть тот привычный способ мышления человека теряется полностью. Извращается, я бы сказала. Обязательно обращайте на это внимание и введите пациента к доктору. Самое простое, что вы можете сделать дома, это провести тестирование своего ближайшего родственника, у кого вы подозреваете начало когнитивного нарушения. Ну, первое. Давайте мы с ним поиграем. Я на приемах так играю. И говорю, запомните, пожалуйста, три слова, которые я вам сейчас скажу. Запомните и повторите сразу за мной. И даю любых три слова, которые не связаны между собой. Ну, например, это будет лицо, вельвет и церковь. Ну, например. И прошу пациента сразу же повторить. И вы просите, пожалуйста, мама, повтори за мной. Она должна вам сразу же повторить лицо, вельвет, церковь. Окей. Мы предупреждаем человека, что через некоторое время, через пять-семь минут, мы вновь спросим у него эти слова. А пока мы с вами делаем следующий тест. Мы просим с вами нашего испытуемого нарисовать самые простые советские часы. Самые простые советские часы это циферблат. Правда? Это должна быть, должен быть хороший кружочек, не маленький кружочек, не вот такой, не вот такой кружочек, который иногда рисуют пациенты с деменцией, что должен вам нарисовать ваш близкий человек. Ну, как вы считаете? Да? Должны быть обязательно обозначения времени. И мы всегда говорим, я говорю пациенту так, пожалуйста, нарисуйте все то, что должно быть на циферблате и поставьте время 3 часа дня. И смотрю затем, как он это делает. Если человек нисколько не сомневается в том, что он делает, если он не зависает, если он с вами нам с вами рисует все сразу, смотрим, как он ставит стрелки. Если начинает задумываться, посмотрите, насколько быстро. у нас с вами должно быть 3 часа. Если испытуемый нарисовал вам хороший большой кружочек, если он расставил все циферки правильно, если он нам с вами поставил правильно стрелки, то вот так вот правильно исполненное нарисование часов говорит о том, что у вас все хорошо. Если же вы вдруг ошиблись где-то в какой-то цифре, заметили это сразу, но затревожились, а вдруг я тоже начинаю терять память, а вдруг меня тоже ждет деменция. Пока не переживай, может быть, вы просто устали, может быть, у вас просто легкая тревога, которая тоже застилает внимание, может быть, вы сегодня не поели, не поспали, если вы вовремя заметили эту ошибку, не надо переживать. После того, как ваш родственник нарисовал часы, спросите у него, что же были за слова, что было за те три слова, которые мы с вами пытались запомнить. И если он вам четко называет эти три слова, давайте я вспомню, это было лицо, это был вельвет, и это был церковь. Правильно? Правильно? Если он четко нам с вами вспоминает эти три слова и правильно рисует часы, то все хорошо, то все нормально. если он делает ошибки, не называет вам слова, либо называет, например, только одно слово, то мы с вами начинаем давать подсказки. Ну, например, какая подсказка может быть к слову вельвет? Я всегда говорю, это была очень популярная ткань в вашей юности, с которой делали штаны, брюки. И вот тут, да, я начинаю работать на ассоциативную память. по ассоциациям частенько они вспоминают. Если вспоминание происходит, доставание информации из старой памяти уже хорошо. Если же этого не происходит вообще, срочно к доктору. Срочно к доктору для того, чтобы была назначена правильная противодементная терапия. Еще одна правильная очень вещь, которая на данный момент не получает большого распространения к сожалению в нашей медицине это когнитивно-поведенческая терапия. Причем когнитивно-поведенческая терапия это раздел психотерапии, который выходит из психиатрии. Это то, как человек может приспособиться к изменившимся условиям внешней среды и внутренней среды. То, как мы можем это осознать, понять, принять, и что мы можем делать с этим, чтобы себе не вредить дальше. Когнитивно-поведенческая терапия в стадии когнитивных нарушений может откатить назад очень круто. Вот если это уже деменция, то уже не с чем работать. Уже нет вот этой коры головного мозга, с которой мы можем что-то сделать. Она же не просто так называется когнитивно, то есть умственно, поведенческая, что мы делаем. Когнитивно-поведенческая терапия необходима для семьи, для тех родственников, где живет пациент с деменцией. Но чтобы не допускать таких вещей, держите, пожалуйста, эту ситуацию под контролем. Если в вашей семье есть случаи пациентов с деменцией, с когнитивными нарушениями, с чем бы это не было связано? С артериальной гипертензией, с сахарным диабетом, с черепно-мозговой травмой, которая вдруг нарушила архитектонику, структуру мозга, либо это какая-то нейродегенерация. Контролируйте показатели, которые вы можете контролировать. Теперь мы с вами узнали, как можно держать факторы риска развития когнитивных нарушений под контролем. С вами была Татьяна Виноградова, доктор-невролог, кандидат медицинских наук. Увидимся на телеканале Доктор. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Доктор субтитров А.Семкин